МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С руководством страны тогда был достигнут ряд договоренностей. Есть интерес сотрудничать в промышленности, АПК, логистике, строительстве и не только. Оперативно, не откладывая в долгий ящик, взялись за проработку проектов. Учитывая масштаб и амбициозность заявленных планов, наш президент пообещал всяческое содействие бизнесу. Мы готовы с эмиратами сотрудничать не только в сфере интересов вашей компании, но и гораздо шире в сфере промышленности и сельского хозяйства. Для нас это важнейшее направление, кроме строительства. Поэтому мы можем обсудить сейчас те проекты, которые находятся в проработке, но откровенно вам скажу, что меня больше интересуют проекты именно вот этой направленности вашей работы в реальном секторе экономики. Я знаю, вы очень продвинутая компания, очень известная не только в арабском мире, но и вообще на нашей планете. И сотрудничать с вами был бы хороший сигнал всему мировому сообществу, который занимается бизнесом, о нормальных условиях работы в Беларуси. MR Properties – всемирно известная инвестиционная компания с более чем 20-летней историей. Ее активы оцениваются в 30 миллиардов долларов. Основные инвестиционные проекты в районе Персидского залива – это самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа и крупнейший торгово-развлекательный комплекс «Дубай-Молл». Дочки компании работают в трех десятках стран от Ближнего Востока до Азии и Америки. И сегодня же в центре внимания президента было комплексное развитие отечественных систем мобильной и стационарной закрытой или правительственной связи. Глава государства интересовали итоги проверки ее надежности, непроницаемости для иностранных разведок и посторонних лиц, развития отечественной школы шифрования и экспортного потенциала этого высокотехнологичного продукта. Сам Александр Лукашенко высоко оценил последние разработки связистов и секретчиков, отметив, что качество отечественных систем не только работает на защиту наших гостайн и коммерческих интересов, но и высоко ценится коллегами-президентами. Кто-то уже заказал и использует белорусские системы. Ряд глав государств хотели бы иметь подобные разработки на своем рабочем столе и в мобильной модификации. Беларусь назвали самой безопасной страной СНГ и мира. В рейтинге глобального индекса терроризма мы на 138-й строчке. Это тот случай, когда последнее место только в плюс. Беларусь наряду с Туркменистаном определена как наиболее безопасные уголки. Это означает практически полное отсутствие угрозы. Россия в этом списке занимает 37-е место, Украина – 24-е. Среди стран-членов ЕС самая опасная с точки зрения угрозы терроризма признана Великобритания. Это 28-я строчка. США находится на 22-й позиции. Первые в этом списке – Афганистан, Ирак, Нигерия и Сирия. Во время испытаний лопнул звездолёт. Опытная ракета компании SpaceX взорвалась, когда команда максимально загрузила топливные баки криогенной жидкостью. Целью было повысить давление в системах космического корабля. Авария затормозит программу Starship. Именно эта ракета должна была подняться на высоту до 20 км уже в следующем месяце. О развитии событий в 15 часов расскажут мои коллеги. Всего доброго.